Добрый вечер. Меня зовут Наталья Лугова, я исполнитель директора благотворительного собрания «Все вместе». Ассоциация, которая подменяет на сегодняшний день благотворительность известнейшие московские фонды, мы принимаем только московские организации. На сегодняшний день у нас 53, кстати, из тех, которые всем, наверное, известны. Они дарят жизнь, помощь подпасам веры, голчонок, старых в радость. Очень большой список, занимаются самыми радыми направлениями, помощью и взрослым, и детям, и животным, и оперативной помощью. Так как мы являемся неким аккумулятором, мы помогаем развиваться нашим фондом, поэтому мы используем пробовые услуги не только для себя, но и для своей организации, но и помогаем в виде пробовые услуги для наших фондов. У нас совершенно разнообразный опыт есть, как успешные кейсы, но не очень успешные, в двух словах могу показать вам пару из них. Один из, наверное, самых успешных наших кейсов – это сам наш сайт. Он был создан несколько лет назад. Мы договорились с их компанией «Медиафайв». Это была достаточно долгая работа, но он был сделан удобно, и до сих пор остается вполне необходимым для удобства и понятным для пользователей. Единственное, значит, из, наверное, сложных моментов – он был сделан на самописном движке, и определенные моменты до сих пор мы не имеем возможность делать самостоятельно. То есть простое администрирование сайта висит на наших сотрудниках, и мы успешно с этим справляемся. Но когда возникают какие-то сложные моменты, и мы хотим модернизировать или ввести какие-то глобальные изменения, нам приходится обращаться в эту компанию, потому что за несколько лет мы не смогли найти ни одного человека, который мог работать с нашим сайтом вне этой компании. Естественно, здесь возникают ситуации, когда мы теряем время, и когда нам говорят «нет, знаете, это займет слишком большое время, мы вам помочь в этом не нужно». Хороший пример у нас был по поводу прогона – это телефоник. Когда мы заезжали в наш новый офис, выяснилось, что поставить обычную телефонию AcryLine было очень-очень дорого. Мы, конечно же, искали это максимально издействованно, и нам предложили вариант «давайте сделаем IP-телефонию». Мы обрадовались, решили, что мы будем в третьей плане идти. Нашли донор, который подарил нам жутко дорогостоящую систему для пользования IP-телефонии. Нам ее привезли, мы посмотрели, сколько она стоит, обрадовались, какие мы молодцы, а потом мы начали устанавливаться. В результате, от того момента, когда она приехала в наш офис, от того момента, когда мы махнули на нее рукой, прошел город. Вот мы боролись с этой, значит, историей. Нам не мог помочь Билайн, нам не могли помочь технические специалисты, которые раньше ее обслуживали в другой компании, потому что они не могли договориться с Билайном. В какой-то момент мы махнули, поняли, что ничего не сделаем. И несмотря на то, что у нас был огромный кусок дорогого железа, мы поняли, что, в общем-то, мы теряем время, мы теряем фактические деньги в том числе. И для себя сделать вывод, что прогоны иногда бывают очень дорого, и даже дорогие подарки, они всегда очень неуместны. С этой точки зрения можно, конечно, дать совет, в первую очередь, когда связываешься с каким-то очень дорогим оборудованием, в первую очередь, прежде чем радостно принимать подарок, почитать, посмотреть и понять, насколько вы самостоятельно можете с этим справиться, и действительно ли вы сможете его использовать, потому что вполне вероятно, что можно будет найти какие-то более дешевые способы, и они будут более эффективны. У нас было достаточно много примеров, когда мы привлекали специалистов для технической настройки как в нашем офисе, так и в офисе наших фондов. Казалось бы, это такая простая вещь, да, настроить Wi-Fi роутер, подключить принтеры, подключить компьютеры, но так как фонды у нас совершенно разные, очень многие фонды страдают отсутствием хорошей техники, компьютеры бывают старые, а работают они достаточно плохо, и собрать эту единую сетку бывает достаточно сложно. Опять же, мы изо всех сил пытались искать бесплатных специалистов, обращались как в компании, так и в частном, и неоднократно были случаи, когда люди отзывались, приезжали, настраивались, в конечном итоге выяснилось, что ничего не работает, все в офисе только с одного компьютера можно печатать, после чего мы для себя поняли, что случайным подбором заниматься совершенно точно нельзя, и надо обязательно спрашивать рекомендации и получать какое-то решение, а находить, я хотела сказать, слово вылетело, получать подтверждение технической действительно способностей специалистов, потому что добрых, отзывчивых, молодых людей, которые готовы помочь, удовлетворительной организации все настроить, вроде достаточно много, а в реальности это создает дополнительные сложности или вообще останавливает всю работу и портит. Поэтому в первую очередь рекомендации, лучше поспрашивать у коллег, и найти тех людей, к которым они уже обращались, пытаться договариваться с вами. Ну и, наверное, самая больная тема – это сотрудничество с дизайнером. Мы регулярно сталкиваемся с тем, что нужны те или иные вещи, опять же, нам или фонам, это могут быть листовки, это могут быть с мероприятием блокады, это могут быть баннеры в интернете, очень много всего, и мы постоянно-постоянно кого-то ищем, нам постоянно что-то нужно, у всех богатых нам пытается и всем, что это требуется. И самые плачевные истории возникали, когда мы делаем огромное мероприятие, у нас уже есть листовки, нам делают огромную афишу, и в последний день, перед тем, как она уже должна уходить в печать, дизайнер, который все это делает, резко исчезает. У нас есть красивая картинка, с которой мы ничего не можем сделать, потому что она у нас есть просто как картинка, а не кривых, и мы в ужасе мечемся, потому что уже запущен вчера всего остального, менять картинку нельзя, мы в ночи ищем людей, которые едей не влюбят, там на другом конце света у них наступило уже утро, готовы согласиться, откликнуться, отрисовать ее заново уже по тому рисунку, который есть, и для того, чтобы мы в конечном итоге не сорвали с этой мероприятием. Здесь, наверное, один из единственных советов, который мы для себя применяем к себе и рекомендуем другим, как только вы начинаете работать с дизайнером, даже если он уже вам несколько раз помогал, даже если он хорошо делал и вас ни разу не подводил. На всякий случай он может заболеть, они могут внезапно решить жениться, выйти замуж или улететь в другом конце света. Всегда что-то случается. Просите с первого этапа, как только начинается отрисовка, все присылать в кривых, потому что как только приходит изначально в кривых, всегда можно найти того, кто из этих кривых быстрее сделает или доведет до ума до конца. То есть это вот какие-то такие вещи, с которыми мы сталкиваемся ежедневно, и которые на определенном этапе, когда мы набили шишки, стали облегчать нам жизнь, и мы чуть-чуть подкладывали соломку заранее до того, как больно упасть и развиваться. Если у вас есть вопросы, то в отвечу. Коллеги, у нас есть время на один вопрос. На самом деле рекомендации были очень хорошие, и у нас в конце будет пробона акция, если мы расскажем про какие-то условия для МПО, которые в 18-м году получат и могут получить бесплатно, и там именно большинство услуг будет кстати по дизайну. Потому что я по самому как расскажу, раз рапаю, хуже всего идут на пробона, а вот дизайнеры и креативщик наоборот лучше. Ну не все, но все. Сейчас как раз на сквозь, да. Вы, конечно, большие младшие, малевские семьи вообще в вашей работе, вашей организации. Скажите мне, пожалуйста, были ли у вас какие-то неуспешные опыты работы с какими-то фондами? Допустим, что он пришел, и там как-то мы не сработали, мы пошли. Именно вот в той стороне. Вот так, чтобы фонд вступил в ассоциацию и потом вышел из-за того, что мы не сработались? Нет. Таких историй не было. Были ситуации, когда фонды обращались за какой-то помощью, и потом возникали какие-то трения в процессе работы, но обычно мы регулируемся. Но за всю историю организации один-единственный фонд в свое время вышел, но совсем по другим причинам. скажите, пожалуйста, вот по поводу вашего сайта, вы сказали, что он самоописный, и, собственно, мы встречаем вот в работе там и пасеки, и теплицы, и вообще в работе НКО, так называемое явление render log, когда, собственно, суть помощи некоммерческой организации является, чтобы создать такую систему, которую никто не может редактировать, и поддержка междугодная стоит каких-то денег. И, соответственно, бизнес-модель превращается, собственно, в затягивание денег вот в течение, в виде абонентской планы. Вот это ваша ситуация или просто они к вам бесплатно делают? Нет, на этом плане очень повезло. Они нам делают все абсолютно бесплатно. Просто единственное, возникает ситуация, что это может быть очень долго. То есть, когда мы задумались сделать личный кабинет, чтобы для фондов была, это у нас открытый был сайт, чтобы у фондов была какая-то информация внутренняя, они оценили объем услуг и сказали, нет, мы не можем. Нам пришлось искать в другом месте, мы делали уже в другом формате, на другом движке. А здесь, когда мы к ним обращаемся, то есть, какими-то небольшими вещами, которые мы можем сделать сами, они все делают бесплатно на сих пор. Отлично. За 7 лет, да. А почему вы не переложились на какой-нибудь личный движок? Знаете, мы рассматривали этот вариант, но с учетом того, что на сегодняшний день сайт выполняет все задачи, а те задачи, которые у нас не решались, мы перенесли в личный кабинет и мы его сделали в другом движке, соответственно. То есть, с нашего сайта любой наш фонд по логину и паролю заходит и находит там всю информацию, да. Поэтому, а для публичного этого он вполне себе рабочий, выполняет все задачи, которые требуются. Спасибо. 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 Спасибо.